Итак, друзья, снова всем привет и добро пожаловать на канал команды Таурус Дейминг Ревайвал. У микрофона сегодня Грей Фокс и, как выяснилось, я идиот, и прошлые две серии я записал без курсора. Ну, думаю, вы знаете, как я люблю курсор, им так удобно показывать на всякие интересные моменты в тексте или там на картинках, да, на интересные моменты. Ну, ладно. В общем, курсор я вернул и продолжаю читать. Доки-доки, литературный клуб, после прекрасного времяпровождения с Нацуки вот в этой кладовке, значит, Моника нас опять позвала и что-то хочет нам рассказать. Если я не ошибаюсь, она будет нам сейчас насчет фестиваля задвигать. Так что давайте продолжим. Итак, друзья, все закончили с чтением стихов? Я хотела со всеми вами поговорить кое о чем, и не могли бы вы собраться передо мной. Это насчет фестиваля? Ну, вроде того. Ну, нам правда надо в нем участвовать? Я сомневаюсь, что всего за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное. Вместо привлечения новых членов мы, скорее всего, просто опозоримся. Меня это также беспокоит. Приготовление в последнюю минуту это не мой конек. Ой, да не волнуйтесь вы так. Мы сделаем все по-простому. Идет? Нам понадобится только несколько небольших декораций. Сайори рисовала плакаты, а я сделала дизайн листовок, которые мы будем раздавать во время фестиваля. Хорошо, это все замечательно, но... Я так и не поняла, что именно мы организуем для фестиваля. Ой, прости. Я была уверена, что ты уже слышала. Мы организуем выступление. Выступление? Моника. Да, мы будем выступать со своими стихами. Каждый из нас выберет стихотворение, которое будет читать на фестивале. Но изюминка в том, что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему. Ладно, это мы все видели. Давайте все-таки я промотаю чуть дальше. До выбора с какой из девушек, в общем, мне предложат остаться. Ну, в общем, ничего нового не произошло, они почитали друг другу свои стихи, все как и в прошлых сериях, и теперь Грей готов идти с Сайори домой. Эм, ты готова идти с Сайори? Ага. Посмотрите-ка на этих двоих. Всегда домой ходят вместе. Это так мило, ты не находишь? Хе-хе-хе. Блин, девчонки. Только не раздувайте из этого целое событие. Но все равно это, наверное, приятно. Ну, эм... И как мне на это ответить? Все в порядке, Грей. Тебе не нужно ничего говорить. Ладно, пойдем уже. Я снова иду домой с Сайори. Если я не ошибаюсь, она сейчас спросит. А вот если бы тебе Нацуки предложила пойти домой, ты бы пошел? Но в прошлый раз она спрашивала насчет Юри. Ну, а теперь-то я как-то больше с Нацуки общался. Но пока я снова иду домой с Сайори. Хоть прошло всего несколько дней, много всего изменилось в моей жизни. Однако, сегодня по дороге домой Сайори ведет себя гораздо тише, чем обычно. Слушай, Сайори. Извини, я задумалась. Ах, неудивительно. Мм? Я тут думала кое о чем. Мне нравится, когда мы... Ну, то есть... Сайори пыталась подобрать слова. Ну, в общем... Ну, представь, что однажды Нацуки попросит тебя пойти с ней домой вместе. А? Я угадал, кстати говоря. А что ты ей тогда ответишь? Это что за вопрос такой? Ты меня сейчас поставила в тупик. Хе-хе-хе-хе. Забавно, забавно. Ну, давайте проверим. Иди домой с Нацки. Хм... Почему от этой мысли у меня так заколотилось сердце? Ну, на самом деле... Мне стало страшно от мысли, что она со мной сделает, если я посмею отказать. Хе-хе-хе. А разве она не милая и с ней не висела болтать? Какое отношение это имеет к тому, что я только что сказал? Хе-хе. Ну, ты это признал. Блин. Такой вообще смысл размышлять о том, чего никогда не произойдет. Может, ты и прав. Но мне нравится думать об этом. Уже довольно скоро я буду тебе не нужна, понимаешь? В каком смысле? Сайория. Я серьезно не могу понять, о чем ты сейчас думаешь. Прости. Все люди разные. И никто из девушек в клубе не может тебя заменить. Хм? Как скажешь. Разговор оборвался, и мне стало неловко. Но тут она сама виновата. Застала меня врасплох своими странными вопросами. А я просто не способен ей соугать. Однако, если что-то делает ее счастливой, я бы не позволил себе решить ее этого. Поэтому я и сказал, что смысла рассуждать об этом нет. Опять же, до фестиваля еще несколько дней. Кто знает, что произойдет за это время. Ладно, что мы тут выбираем тогда? Ну, давай, это детство внезапно Сайория опять прыгает. Ладно. Я что-то одни и те же слова для напуски выбираю. Как-то... Ну, вот конфеты, ваниль. Что еще? Покупки. Ей нравятся, да? Вайми. Радуга, по-моему, нравится Сайория. Пуф! А где жмяк? Наш любимый жмяк. Самое топичное слово для стихотворения. Е-мейл. Пальник. Ну, может выбрать что-то и для Юри, чтобы она совсем уж не обижалась. Существование. Багровый. Это она очень любит. Прыгать. Жизненность. Жефир. Пугающий. Аниме. И что ж так слов-то много? Что ей может еще понравиться, кроме кролика? Мне это Сайория нравится. Бантик. Уют. Ну, опять Сайория. Ну, ладно. И, 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 и... Папа. Ну, это однозначно. Ой, ну надо же. Я снова пришла последней. Не парься, я сам только что зашел. Ты снова практиковалась в игре на пианино? Ну да. Ха-ха. Ты полна решимости. Открыла новый клуб, стала учиться игре на пианино. Хм, я бы не назвал это решимостью. Скорее, страстью. Не забывайте, что не будь здесь вас, не было бы никакого клуба. И я просто вне себя от счастья, что вы все согласились помочь мне с выступлением для фестиваля. Ага, скорее бы он наступил. Все будет просто супер. А? Разве только вчера это не было поводом твоего негодования? Ну да. Я не имею в виду наше участие в фестивале. Я говорю о дне, когда можно ничего не делать, играть и есть кучу всяких вкусностей. Почему-то ты сейчас очень похожа на Сайори. Моника, они ведь обычно готовят жареных кальмаров. Ха-ха-ха. Ну да, теперь опять шутка про кальмаров. Кальмаров? У тебя довольно специфичная причина ждать фестиваль. Ой, да ладно? Хочешь сказать, что тебе не нравятся кальмары? Вот именно от тебя я этого никак не ожидала. А? Я не говорила, что они мне не нравятся. Кроме того, это что значит именно от тебя? А то и значит, они у тебя в имени Моника. Мон-ика. Ну да. А? В моем имени нет ничего подобного. И вообще, эта шутка теряется при переводе. Ай, ладно, не важно. Давайте сосредоточимся на подготовке к мероприятию. Хорошо? Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Ладно, ладно. Твоя реакция все равно не такая забавная, как у Юрии или Сайори. А что там у Юрии и Сайори в именах, интересно, ты нашла? Ну, у Юрии однозначно там Лилия. Или что-нибудь в этом роде. А у Сайори? Прошу прощения. А где, собственно, Сайори? А, вот ты где. Сайори сидела за партой в углу комнаты, уставившись в пустоту. Я подошел к ней. Привет, Сайори. Я помахал рукой у нее перед лицом. А? Ты снова обитаешь в облаках? А? Ха-ха-ха. Ой, прости. Не обращай на меня внимания. Иди поговори с остальными. Ммм? У тебя все хорошо? Разумеется. А что может быть не так? Так, ладно. Что там с Сайори, мы все прекрасно в курсе. Так что давайте опять проматывать. И посмотрим, что сегодняшний день нам принесет новенького. Ага, ну вот и что-то новенькое. Давайте посмотрим, что тут перед этим было. А, ну да. Он поговорил с Моникой. Моника пошла поговорить с Сайори. А ему теперь только остается, что ждать Монику. И тут Нацуки подходит. Эй! А? Я поднял голову, рядом стояла Нацуки. Ты так и собираешься сидеть, тупо уставившись в стену. У нас не такие длительные собрания, так что... А, извини. Я не хотел заставлять тебя волноваться. А ч... чего бы мне за тебя волноваться? Я бы просто... Нацуки бросила взгляд в сторону. В ее руке был домик Манги. Просто... Ну, я тут кое над чем голову ломаю. Но мы можем начать. Я не заставлю тебя ждать еще дольше. Боже. Прекрасно. Теперь я чувствую себя гадиной. Если тебя что-то тревожит, просто скажи мне оставить тебя в покое. Я так и сделаю. Да, конечно. И обидишься, надуешься, как... не знаю. Ну, то есть... Если ты не захочешь об этом поговорить или вроде того... Последнюю часть она почти прошептала про себя. Да нет. Я, скорее всего, просто раздуваю из мухи слона. Я просто думал о Сайори, вот и все. О С... Сайори? Ты думал о ней? Да. Она сегодня выглядит какой-то понурой. Но мне она в этом признаваться не хочет. Поэтому я и не могу перестать думать о том, что у нее случилось. О. Нацуки вздохнула. Так, во-первых. Поработай над тем, как излагаешь свои мысли. Ха-ха-ха-ха. А во-вторых. Ты ведь ее лучший друг, верно? Ну да. Ну, правильно. Тогда ты должен больше ей доверять. Если бы она нуждалась в тебе, ты станешь первым, кому она... К кому она обратится, разве не так? Ты стал бы первым, а не станешь. Ну, пожалуй, что так. Я хочу сказать, что у каждого человека бывают, ну, хмурые дни. Ха-ха-ха. И критические. Ха-ха-ха. Ну, я не у каждого человека, у девушек. Ха-ха-ха. Ладно. Могут быть критические дни в другом смысле. Когда у тебя там экзамен, дедлайн, на работе проблемы. И еще к концу дня. А, ладно. Ты никуда от них не денешься. От этих дней. Скорее всего, она просто не хочет, чтобы ты за нее волновался. Поэтому она ничего серьезного... Э-э-э-э... Бррррр. Потому что ничего серьезного не случилось. Да. Мне она примерно то же самое и сказала. Может, я не прав, что не слушаю ее. Вот именно. Если она так хочет, чтобы ты за ней... Чтобы ты за нее волновался, это будет очевидно. Ага. Мне стоило с самого начала об этом подумать. Нацуки потерпела книгу у себя в руках. Но она... Она много себя значит, да? А? Ты только не пойми неправильно. Мы просто дружим с детства. Это же нормально волноваться за своих друзей. Ты, например, тоже за меня волнуешься, так что... Ничего подобного. Блин. Если ты поклемался, давай уже начинать. А, да-да. Итак, друзья. Видимо, ничего интересного сегодня не произошло с этой мангой. Ну и ладно. Что нам Моника предложит? Через некоторое время Моника обратилась к нам. Я думаю, у нас стало время поделиться своими стихами. А, ну да, конечно же. Не успел я опомниться, как все вернулось в норму. Девушки пошли заставать свои стихи, и я вместе с ними. Наши с Моникой взгляды встретились. Она мне улыбнулась. Интересно, о чем они с Саюри беседовали? Ой, лучше не знать. Ну, пойдем опять так же. Привет, Грей. Продолжаешь? Давай перейдем к сегодняшним стихам. Конечно. Я позволю Монике взять из моих рук листок со стихотворением. Ясно. Продолжаешь придерживаться стиля Нацуки. Хм. Она тебе действительно нравится? Э, это... Ой, да ладно тебе, Грей. Это, знаешь ли, ужасно подозрительно. Каждый день проводишь с ней время в клубной комнате. Притворяешься, что тебе нравится манга, которая нравится ей. Грей, ты же знаешь, что Нацуки из себя представляет. Если я не буду ей потакать, она в конце концов возненавидит меня. А? Нет, я думаю, ты заблаждаешься, Грей. Нацуки вовсе не станет плохо относиться к тем, кто не дает ей того, что она хочет. Да, она напористая, но вовсе не настолько эгоистичная. Вообще, я думаю, что ты единственный, кто так сильно ей потакает. А вот как? Я и так это знал, просто не хотел признавать. Поэтому я просто обязан от тебя кое о чем попросить. Будь осторожней, ладно? Нацуки, непредсказуемо. Частенько она сама не знает, чего хочет. Все же она здесь самая младшая. Ой, да ладно, там у вас один год разница всего лишь. Возможно, она не знает, как управиться со своими чувствами. Я хочу сказать, если случится что-то плохое, это может навредить и клубу тоже. Но ты ведь так со мной не поступишь, правда? Что ты такое имеешь в виду? Что это там может такое плохое случиться? Что-то это позазрительно. Но это... Я не был уверен, что ответить Монике. Хотя я и не забочусь о ней, и о клубе. Мне кажется, что поднимать эту тему было несправедливо. Ладно, ты же умничка, да? Уверена, ты поступишь правильно. Моника дружелюбно улыбнулась. А теперь... Я покажу тебе свое стихотворение, хорошо? Эээ, ладно. Леди, которая знает все. Да-да-да, это то же самое стихотворение. Стихотворение, эээ, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да, ничего нового, по-моему, здесь не будет. Ну да. Все то же самое. Знаешь, мне кажется, что учеба и поиск ответов, это то, что придает жизни смысл. Не хотелось бы углубляться в философию, но я так считаю, и я об этом написала. Понятно. Я никогда особо об этом не задумывался. В некотором роде это практически парадокс. Потому что если мы найдем все ответы, разве мир не начнет утрачивать смысл? Знаешь, я тут кое-что заметил. Кажется, все в клубе предпочитают писать о вещах, скорее печальных, нежели счастливых. Ха-ха, ты удивлен? Я хочу сказать, если бы все было хорошо, нам не о чем было бы писать, разве не так? Люди не двумерные существа. Думаю, ты знаешь, это лучше кого бы то ни было. Имеешь ввиду, что люди многогранны? Ха-ха, ну да, да, именно это. Да, да, именно это. Так я тебе и поверил. Ладно. Спасибо за писательский совет дня, но я перемотаю, пожалуй, дальше. И посмотрим, что мне скажет. Ну, в принципе, надо посмотреть, что мне все скажут. В этот день реакция может быть очень бомбезная, что у Юрии, что у Сайори. Так что, давайте посмотрим. Итак, Юрии. Юрии, что ты мне скажешь сегодня? Юрия сейчас, кажется, не очень настроена на мою компанию. Думаю, она сама подойдет ко мне, когда захочет. Пока мне лучше оставить ее в покое. А, вот так и все, да? Тогда Сайори. Сайори тоже, наверное, не настроена на его компанию. Хм. По-моему, здорово. Да ладно, я уже вижу, что тебе не понравилось. Ну. Тебе незачем беспокоиться о моем мнении. Ведь ты написал это для кого-то другого, верно? Вероятно, для Нацуки. Ага. Я писал это не для кого-то конкретно. Возможно. Я не совсем это имел в виду. Ну да ладно. Ты завел новых друзей, как я и надеялась. Это меня очень сильно радует. Ты ведь тоже рад. Ты оказался в этом клубе. Ну, конечно. Хорошо. Это единственное, что меня волнует. Спасибо, Грей. Сайори. Что-то не так? А? Нет? Ничего. Просто немного устала. Хе-хе-хе. Да ладно. Просто скажи мне, если тебе что-то понадобилось... Понадобится, да. Обязательно. Не надо за меня волноваться. Лучше иди поболтай с остальными. Если ты настаиваешь... Ура! Я сегодня уйду домой пораньше. Сайори? Скажи Монике, что я... Неважно себя чувствую. Ладно. До завтра. Прежде чем я успел что-то сказать, Сайори бодро вышла из класса, напивая себе под нос. Похоронный марш. Напивая себе под нос. Итак, Нацки, что ты мне расскажешь? Посмотрим-посмотрим. Ты сегодня полна энтузиазма. Разумеется. Ты же знаешь, что мне нравится твой стиль. Я просто удивился. Совсем недавно ты с трудом это признавала. Ээээ, ну да. Я просто... Должна была поставить тебя на место. Я вовсе не... Я хочу сказать, что вовсе не испытывала всяких глупых эмоций, типа стыда или чего-то подобного. И мне совсем не завидно. Я правда не завидую? Подумаешь, тебе выпало родиться хорошим писателем. Что за дурацкий повод для зависти? Ха-ха-ха. Нацки, ты чего это? Что? Ты не вполне уверена в своем стиле? Что ты такое говоришь? Ясно же, что мой стиль безупречен. Витак? У меня ушло некоторое время, чтобы понять кое-что. Ха-ха. Но, думаю, мне это наконец удалось. Возможно, Нацки ведет себя так высокомерно, стараясь восполнить недостаток уверенности в себе. Она надеется, что если будет вести себя, будто она лучше всех, то другие тоже могут так подумать. Витак? Грей? Прошу, просто скажи, что тебе нравятся мои стихи. Да у тебя самые лучшие стихи. Мне плевать, если они тебе не нравятся. Просто скажи, что я лучшая. Мне просто... Мне просто очень нужно услышать это от кого-то. Я понимаю, как глупо это звучит. Но именно по этой причине я раньше никогда никому не показывал свои стихи. Нацки. Потому что... Потому что никто не воспринимал меня всерьез. Какой смысл делиться своими стихами, если люди скажут только «О, это так мило!» Как и ты сама, Нацки. Порой мне не хочется быть милой. Но никто этого не понимает. Я вкладываю в творчество всю себя. Стиль значения не имеет. Эмоции, вот что важно. Почему никто этого не видит? Я просто хочу. Нацки замолчала. Возможно, потому что у нее начали дрожать губы. Я опустил взгляд. Ее кулаки были крепко стиснуты. Эй, Нацки! Осторожнее, ты порвешь свое стихотворение. Я осторожно взял листок и держал, пока она не расслабилась и не отпустила его. Я положил смятое стихотворение на парту и разгладил. Нет, не читай! Прежде чем я успел его забрать, Нацки схватила листок с парты. Оно плохое. Я знаю, что тебе не нравятся мои стихи. Да что ты за истеричка такая? Так что тебе незачем его читать. Но я хочу прочесть. Почему? Потому что... Аргументный аргумент просто, да. Мне нравятся твои стихи. Очень нравятся. С чего бы мне осуждать тебя за твой стиль? Можно подумать, что на мой равняются великие поэты. Это правда, что когда я впервые прочитал твое стихотворение, не слишком вдумывался в него. Но теперь я знаю тебя лучше. И Юрия ошибается, считая твой стиль менее изящным, чем ее. А Сайори... Ну, Сайори всегда хочет только добра. Но порой она так концентрируется на простом счастье, что не понимает, чего на самом деле хотят люди. Да, я никогда особо не задумывался, как тебе тяжело. Прости, если я был частью этой проблемы. Теперь я понимаю. Ты не просто милая, а нечто гораздо большее. А, Нацуки, ты опять за свое. Нацуки вновь слишком сильно сжала в руке свое стихотворение. Она отпустила взгляд, пряча от меня глаза. Я никогда не понимал, как это для нее тяжело. Но, наконец, она заставила себя протянуть руку и положить стихотворение на парту. Господи, какие мелодраматические сцены у вас происходят посреди класса. А Юрий и Моника сидят такие и пялятся. Ну, впрочем, когда происходили не менее эпические сцены с Юрией, когда они сидели на полу и Грей кормил ее конфетками, остальные тоже, наверное, в шоке были. Ну, были бы, если бы они были настоящими людьми. Вот, как-то так. Ну, тут такое происходит прямо у всех на виду. Ладно, наконец, она заставила себя протянуть руку и положить стихотворение на парту. Можешь прочесть. Только отвернись. Я не хочу сейчас видеть твое лицо. Хорошо. Этого стихотворения, наверное, у нас не было еще? Да-да-да, до стихотворения еще не было. Потому что ты. Завтрашний день будет ярче со мною рядом. Но если сегодняшний мрачен, я тоже прихожу в упадок. Меланхолия моя уже не так глубока, потому что ты сейчас глядишь на меня. Говорю громче всех, когда что-то сказать хочу. Но не выйдут мои чувства, пусть я их даже прокричу. В моих словах уже не видна пустота, потому что ты сейчас слушаешь меня. Когда есть что-то надо мной, я к звездам тянусь. Но бываю слаба, и тогда успехов не добьюсь. Зато силы меня наполняют рекой, потому что ты сидишь рядом со мной. А, это еще не конец. Непоколебимой была моя вера в себя. Ну а что делать, коль на осколке разбилась она? Моя вера стала намного сильнее, потому что ты смог довериться мне. Перо мое строгий критик собственных чувств. Я такой себе писатель, но у меня есть вкус. Стихи мои звучат гораздо милее, потому что ты сейчас думаешь обо мне. Потому что ты, потому что ты, потому что ты. А, ну вот такие дела, стало быть, у Нацки. Это совсем не в ее стиле стихотворение получается. Такое, ну, сложное для нее, скажем так. Ладно, я тебя понял, что ты хочешь сказать. Почему ты так на меня смотришь? Если оно тебе не нравится, так и скажи. Я не разозлюсь. Нет, дело не в этом, что мне не нравится. Я просто немного удивился, прочтя его. Это явно не стих, о котором говорила Юрия. А, что? Я не понял. А, ну, назад, секунду. Это явно не стих, о котором говорила Юрия. Причем тут Юрия? Или имеется в виду та ссора, когда она говорила, что, ну, Нацки плохо пишет, слишком просто. Не знаю. Что означает, что я, видимо, единственный, кому она его показала. Эм, полагаю, я не привык слышать от тебя такие приятные слова. Или подождите. Может быть, этот стих был написан раньше? Ой, я не знаю. При чем здесь Юрия? Я не понял вообще. Не говори так. Глупый, что ли? В чем по-твоему смысл поэзии? Ты выражаешь то, о чем не можешь сказать. Да, я понимаю. Прости, что иногда упускаю самое главное. Ты не подумай, я не имел в виду что-то плохое. И я счастлив, что ты показала его мне. Мне он понравился. Ну, естественно. Я... я же профессионал, поэтому... Нацике забармотала, полностью утратила обычную уверенность в голосе. Просто... Помни, иногда я могу думать и об этом. Знаешь, когда ты ко мне добр... Это многое для меня значит. А, я рад. Видя удовлетворение Нацике, я протяну стихотворение ей обратно. Но стоило мне это сделать, Нацике мягко оттолкнула протянутую руку. Ее маленькие мягкие ручки поразили меня своей настойчивостью. Оно мне не нужно. А? Почему? Просто не нужно. Боже! Я осознал, что сделала Нацике. Не в силах быть честной, она попыталась отдать мне свое стихотворение окольным путем. Что ж... В таком случае, я оставлю его у себя. А вместо того, чтобы дразнить ее, я решил сделать так, как она хочет. Хорошо. Иначе я бы просто... Ну... Ну, не важно. Просто... Я рада, что тебе захотелось его оставить. Нацике осеклась и не стала развивать тему. Ха-ха-ха. Ах... Я вот не знаю. Образ Цундера, это как-то... Ну, прям... Не знаю. Вот сейчас он развился во что-то совсем непонятное. Раньше они не такие были. Ну, в аниме я имею ввиду. Там, в визуальных новеллах. Сейчас просто любую Цундера выставляют как... Ну, просто истеричку какую-то там с... С биполярным расстройством личности, что ли. Ну, вот прям вообще у них... Такие резкие припады, что... Ой, пофиг. Проехали. Ладно, читаем дальше. Несмотря на её старание скрыть выражение лица, я всё же увидел на нём лёгкую улыбку. Ну, и так пока всё, поэтому... Иди убери его куда-нибудь, пока никто не увидел. А... Ладно. Так и сделаю. С этими словами я вернулся на своё место, чтобы убрать стих нацуки в портфель. И тут Моника такая... А что это ты прячешь? Ах, а нет. Так, ребята. Все поделились друг с другом своими стихами. Тогда почему бы нам не начать? Подождь секунду. Я ошибаюсь или ты сейчас как-то странно выразилась? А? Кое-что действительно прозвучало странно. Что? Ты изменила свою фирменную фразу при обращении к членам клуба. Фирменную фразу? Да ладно. Какую фирменную фразу? А, она говорит, и так друзья, а теперь они уже не друзья ей. Я понял. Фирменную фразу, да? У меня нет такой. Боже. Почему сегодня царит такая непонятная атмосфера? Глядите, даже у Юрия нет к ней иммунитета. А? М? Когда все замирает, это свидетельствует о том, что вот-вот произойдет нечто ужасное. В твоих книгах, может быть. Откуда ты знаешь? Ты не считал ее книги. Слушайте, сегодня единственное отличие в том, что с нами нет Сайори. А? Похоже, ты прав. Сайори всегда знает, как поднять нам настроение. Правда? Такое чувство, что когда ее нет рядом, смещается какой-то естественный баланс. Куда она вообще свалила? Я думаю, она просто ходила писать. Нацуки, прояви хоть немного приличия. Ой, да ладно. На самом деле, она неважно себя почувствовала и пошла домой пораньше. Вот как. Надеюсь, с ней все в порядке. Ладно, я тоже надеюсь, но тут ничего нового не будет. Так что, давайте, дайте мне выборы. Я знаю, вы опять будете ссориться, ссориться будете по поводу того, с кем я буду на выходных готовиться к фестивалю. Но неважно. Ну да, так и есть. Ссориться, ссориться. У всех невероятно скрупулезная и сложная работа. Всем нужна моя помощь. Но в этот раз я буду таскать ножки сахара для нацуки, чтобы она кексики могла печь. Вообще, мне очень интересно, что будет, если я с Моникой захочу провести время. Потому что ведь здесь единственные варианты, в котором я могу выбрать Монику. Но в этот раз я пойду с нацуки. Что ж, готовка звучит довольно весело, это точно. Кроме того, вы сказали, что тут много работы, так что второй человек не помешает. Не волнуйся. Готовка это сплошное развлечение. Тебе точно понравится. А? Но только минуту назад ты говорила, что... Это потому что... Да какая разница? Ладно, тогда. Юрий, ты одна справишься? Конечно. В конце концов, я уже привыкла. Что-то мне жалко теперь, Юрий. Жалко, что я ее так бортанул. Ладно, хорошо. Хоть Юре выразилось несколько мелодраматично, трудно ей не посочувствовать. Получается, это все, да? Нам нужно еще... Нужно еще что-нибудь обсудить. Не, думаю, мы закончили. Как настрой? Не могу дождаться. Все, кроме выступления, пройдет обалденно. Ну, его можно вообще не считать. Грей, а у тебя как ощущения? У меня? Ну, мне, конечно, интересно посмотреть, как все получится. Для меня этого достаточно. А ты что скажешь, Юрий? Юрий? Она все еще хандрит. Нацуки тоже начинает дуться. Это же... Ну, я имею в виду, что... Это... Ведь не такое уж большое дело. Проблема может быть не только в этом. Мне кажется, Юрий чувствует, что ее... Недостаточно ценят. Сначала они придумали, чем ее занять. Потом... Мне предложили помощь. Но это не значит, что... Хм... Бесоконный взгляд Нацуки заметался между всеми нами. Слушай. Нацуки подошла к Юрии и положила руки ей на плечи. Юрий. Ты действительно самая талантливая среди нас. И... И... С твоей помощью это мероприятие получится куда более веселым и привлекательным. Я хочу сказать, что кексы, наверное, тоже помогут. Но именно ты сделаешь атмосферу праздника особенной. А это очень важно, учитывая то, как волнуются люди перед выступлением. Так что... Прекрати глупить и подними немного свою самооценку. Кто бы говорил. Кто бы говорил про самооценку здесь. Нацуки отпустила плечи Юрии и отвернулась. Ты ведь... Ты ведь мне всерьез это сказала, да? А? Ну, не совсем, но... Юрия не единственная, кого шокировал поступок Нацуки. Мы с Моникой тоже потеряли дар речи. Чтобы именно Нацуки выдала такую вдохновляющую речь. Но я начал понимать. Нацуки старалась сументировать Сайори. Даже если у нее это не совсем получилось, я вижу, что она пыталась сказать то, что в такой момент сказала бы Сайори. У Сайори всегда получается вызвать у всех улыбку и заставить почувствовать уверенность в себе. Простите, что вела себя так глупо. Я делаю все, что в моих силах. И мы все организуем грандиозное мероприятие. Точно! Да! Надеюсь увидеть, как все стараются. И с этим на сегодня, кажется, все. Полагаю, можно выдвигаться по домам. Хорошо, но я здесь еще ненадолго задержусь. Я не успела почти ничего почитать. Конечно, я не возражаю. Все стали собираться. Моника с Юрия о чем-то болтая, вышли из клуба. Я последовал за ними. Ой-ой-ой, сейчас Нацуки не даст ему уйти. Эй, куда это ты собрался? А? Нам все еще нужно составить план на выходные. Ты бы сейчас пришел домой и понял, что у тебя нет со мной связи. О, неправда. Не пойму, как это вылетело у меня из головы. Значит, хорошо, что я тебя остановила. Я дам тебе свой телефон. Идет? И не подумай ничего странного. Это с чего бы это? Хм. Нацуки продиктовала номер. Вообще, у них вот, судя по аниме, опять же, по визуальным новеллам. Вообще, во-первых, что меня удивляет, они всегда там говорят о каких-то e-mail. В основном, типа, переписка по e-mail, номер e-mail. Ну, то есть, у телефонов есть такая функция. Отправка, получение писем. Но неужели у них эта функция более популярна, чем SMS? Хотя, с другой стороны, e-mail бесплатные, а SMS платные. Неужели японцы такие жмоты? Либо это просто трудности перевода. И на самом деле, они под e-mail подразумевают SMS. Не знаю. Вот, это первое, что меня удивляет. Второе, что меня удивляет, это их такая зажатость при обмене номерами. Типа, вот, если я даю тебе номер, то это уже что-то значит. Особенно, если девушка парню дает. Или наоборот, там... У нас, как бы, как правило, весь класс, или группа, там, в институте, или все коллеги на работе, все знают твой номер. Там, в телефоне, там, я не знаю, несколько сотен номеров у меня. Одноклассников, однокурсников, коллег на одной работе, коллег на другой работе. Просто знакомых каких-то, там. Вот, у нас абсолютно никаких проблем у людей не возникает. Ну, дать свой номер кому попало, блин. Вообще, кому попало, реально дают свои номера. Ну, вот, вот, встретились вот где-то, там, просто пообщались. И сразу же дают номер. У японцев же тут прям целая драма с этими номерами. Не подумай ничего странного. Вот, у меня просто появился повод, по которому я могу тебе, вот, дать свой номер телефона. А вот, просто так, я бы не могла тебе его дать. Потому что, понимаешь ли, того, что мы состоим в одном клубе, и, возможно, нам понадобилось бы друг с другом связаться, там, ну, по каким-то клубным делам, например. Это не считается уважительной причиной. Тут можно подумать что-нибудь, ну, знаете, знаете, непристойное. Вот уж этот странный японский менталитет. Вообще, я не знаю, может, там, ну, в реальности не все так плачевно, это только в аниме так показывают, но я в Японии не бывал. И блогеров, которые рассказывают о жизни в Японии, я не так часто смотрю, и что-то не видел там подобная тема, насчет именно телефонных номеров и обмена ими. Ладно. Продолжим. Значит, Нацки нам продиктовала номер. Ладно. Я зайду к тебе в воскресенье. И принесу все необходимые ингредиенты. Мешок сахара, да? И муки. Хорошо. Пускай Нацки таскает. Она у нас стильная и независимая, она справится. Па-подожди-ка, а почему-ка мне, да? Ты придешь ко мне домой? Ну да. А что-то не так? Ну, я имею в виду, что, как бы, ну, раз я, раз помогаю я, логичнее будет мне пойти к тебе. Ага, конечно. Будто я могу пригласить в дом парня. Отец меня убьет, зато он тебя не убьет, если ты пойдешь к парню. Ха-ха-ха-ха. Странная логика, знаете ли. Ха-ха. Вот если дочка приведет в дом какого-то незнакомого парня, это кошмар. А вот если она пойдет к какому-то непонятному парню и будет там вообще без присмотра, это, знаете, нормально. Хотя она, может, не скажет ему, что она там с парнем с тобой. Скажет, я пойду к Монике. Мы будем там кексики печь. У нас там будет офигенный кекс, который я никогда не забуду. И пойдет к нашему главному герою. Отец меня убьет. Серьезно? Какой-то он слишком строгий, на мой взгляд. Согласна, но ты можешь представить себе, на что это похоже? Когда отец дома, я толком ничего делать не могу. Короче, ну, мне просто нужно было выговориться. Теперь у нас есть телефоны друг друга. Это все, что мне от тебя было нужно. И я напишу тебе, когда буду подходить. Давай. А адресами вы обменялись или только номерами телефонов? Угу. Тогда ты и узнаешь, почему я так люблю готовку. Так что жди и надейся. Оу. Разве ты не сказала, что собираешься загрузить меня грязной работой? Ага. Ну, я просто так выразилась. Я же не могла, ну, перед всеми... Ну, показать, что очень этого жду. Что, серьезно? Ну, вроде как. Просто потому, что... Мне еще никогда не приходилось готовить с кем-то. Вот и вся причина. Поэтому... Хорошо, я понимаю. А твои родители не будут против? Ну, прости за такую бурную реакцию. В общем, я пойду, наверное, от греха подальше. Увидимся в воскресенье. А... Ну, не важно. Не могу поверить. Неужели Натюшки придет ко мне домой в воскресенье? Она, наверное, хотела спросить, а твои родители дома будут? А потом... А потом... Ладно. Не важно. Я не могу такое спросить. Волнение нарастает во мне, словно снежный ком. Ну, я, конечно, уже немного привык общаться с ней в клубе. Ну, кто знает, что случится, когда мы будем вместе. В другом месте. Ну, да. Она даже сказала мне, что с нетерпением этого ждет. Разве я не должен воспользоваться этим шансом и продвинуть наши отношения на новую ступень? Или для этого еще слишком рано? Время покажет, да. Ну, мы видели, как ты с Юрией продвигал свои отношения, облизывая ее пальцы. Можешь попробовать провернуть этого вместе с Натюшки тоже. Она наверняка испачкает свои пальцы в чем-нибудь сладком и вкусном, и ты сможешь их обрезать. И получить сковороду и по голове за это. Бангую, что так и будет. Но до этого момента я не могу перестать думать об этом. Действительно, я не могу ждать. Наступило воскресенье. Всю субботу ты, конечно же, опять дрочил и не задумался о том, что надо хотя бы позвонить своей лучшей подруге Сайори. Ах, ладно. Делаем на этом паузу и... В общем, как и в прошлый раз, продвижение отношений с Натюшки оставим на следующую серию. А, хотя там же еще будет диалог с Сайори. Ну, ладно. В общем, все это вы увидите в следующей серии. А на сегодня это все. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok